Десятки лошадей провалились под лед озера и замерзли насмерть в северном Казахстане. Происшествие оставило жителей аула Альжан без единственного дохода. Ведь все там потомственные скотоводы. Местные недоумевают, как стадо могло оказаться на водоеме с неокрепшим льдом. Почему коневоды просят помощи у государства, но при этом не спешат обращаться в полицию, расскажет Инна Лопатка. Аул Альжан Айртауского района населяют потомственные скотоводы. Лошади и овцы для местных – это главное имущество и основная работа. На подворьях десятки голов. В конце ноября в ауле из стада пропали сразу 105 лошадей. Спустя пять дней поисков их нашли. Замерзшими на озере Борчи. Животные провалились под лед и погибли. Конечно, очень тяжело это для нас, сельчан. Все потеряли. Теперь одна надежда, что государство поможет компенсацию выплатить нам. Мы не виним пастухов. Они не могут ночами оставаться в степи со скотом. Они же люди, они сами там погибнут от холода. А лошади – свободные животные. Возможно, остались одни, вот и ушли среди ночи. Местные признаются, они понимают, что за гибель скота по закону должны отвечать пастухи. Стада из 400 голов доверили сразу пятерым. Но все пастухи – жители того же аула, родственники и соседи. В глубинке привыкли жить одной большой семьей. Поэтому то, что случилось – это общая беда и скотоводов, и пастухов. А обстоятельства массовой гибели лошадей здесь считают весьма странными. Ночь холодная. Любой пастух не сможет ночевать на таком морозе. Я 30 лет пасу скот. Никогда такого не было, чтобы табун погиб подо льдом. Может, кто-то их загнал в озеро. Странно, что лошади как-то прошли полкилометра от берега вглубь. И все разом провалились под лед. Пусть народ решает. Не знаю, что будет дальше. Чиновники четко говорят, чего уж точно не будет. В Акимате уверяют, пострадавшим скотоводам рады бы помочь. Но нет оснований. Происшествие настолько нестандартное, что никакой закон компенсировать потери не разрешает. Этот случай действительно не является чрезвычайной ситуацией. Если бы были паводки или пожары, ЧАЭС был бы обвязан. Другого разговора. Здесь действительно есть моменты, когда мы говорим, пастухи упустили. Вопросы о поплате. Мы уже создали комиссию. Рассмотрели все возможные варианты, но пока такого нет. Даже положения права нет. Что можно какие-то выплаты произвести. Аулу предстоит решить и еще одну задачу, с которой местные никогда не сталкивались. Озеро Борчи превратилось в скотомогильник. Как теперь очистить водоем от трупов, пока не решили. Рассматривают два варианта. Ждать, пока лед окрепнет, и можно будет пустить по нему тяжелую технику. Или доставать погибший скот уже весной, после таяния. Когда из озера достанут все трупы, станет известно точное число погибших голов. Пока сельчане посчитали свои потери только примерно.